Андрей, кандидат наук, сотрудник Центра галлюминической биотехнологии, занимается сборкой генома уже достаточно давно, и в частности те несколько лекций, которые он прочитает сегодня, и там лежащие несколько занятий, они как раз довольно сильно пересекаются с чем он занимается уже давно, поэтому, и хотя, наверное, сейчас эти лекции затронут небольшую часть, но в принципе можно Андрея спрашивать про более глубокие вещи, я думаю, что он вполне ответит, и в частности, наверное, может быть, Андрей тоже расскажет, собственно, эта лаборатория занимается, особенно для задачи сборки генома, и там, мне кажется, какие-то нужны, например, тренинные люди, которые умеют программировать, решать сложные задачи, поэтому, если какие-то есть интересы к занятиям этой области, то Андрея тоже можно, наверное, писать. Да, маленькую рекламку я могу сделать, наверное, в конце стыкла лекций, как раз когда про все расскажу, может, кого-то это интересует. Да, спасибо, Леша, давайте начнем лекцию, я расскажу немножко про алгоритмы биоформатики, начнем мы с очень простых алгоритмов, мне кажется, вам, как программистам. Они будут достаточно хорошо понятны, тем не менее, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопрос, к сожалению, я смотрю на свою презентацию, я не вижу, что в зуме происходит, поэтому функции поднятия руки я не увижу, поэтому можете просто включать звук и вежливо прорывать меня. Вот, и вообще я люблю больше небольшие семинары, то есть в форме диалога, когда мы что-то вместе обсуждаем. Сегодняшнюю лекцию я посвящаю выравниванию биологических последовательностей, ну и, в общем, сейчас я расскажу, что это такое, буквально пару слайдов введения, чтобы мы говорили на общем языке. У нас есть, наверное, вы слышали, такая молекула ДНК, она очень длинная и состоит из четырех типов оснований, аденин, цитазин, гуанин и тимин. Для программистов и информатиков можно считать, что это просто очень длинная строчка, она была по видам из четырех символов. Ну и эта молекула имеет очень важную роль в жизни любого организма, потому что из ДНК получается РНК, из РНК получаются белки, а белки, в общем, определяют по большей части, ну, можно сказать, практически все процессы, ну, или очень солидное большинство процессов, протекающих в нашем организме. Белками между собой, грубо говоря, общаются клетки, белками регулируются процессы внутри клеток и так далее, и так далее. Вот, и все, что хранится в ДНК о том, как делать эти белки, это и есть наша наследственная информация. И в биоформатике возникла задача сравнения двух последовательностей на похожесть. Она возникла достаточно давно еще, там, до того, как собрали геном человека. Хотелось сравнивать какие-то гены, там, какие-то участки ДНК, которые были уже, может быть, немножко расшифрованно, хотелось сравнивать белки на гомологичность и так далее, и так далее. И появилась, да, задача выравнивания. Давайте так, спрошу, кто-нибудь знает, что такое выравнивание двух последовательностей? Можете попробовать угадать, если не знаете, или сказать, если знаете вдруг. Или хотя бы просто что-нибудь сказать. Да. А там пишет какой-то проблем со звуком? Нет, все хорошо. Это было это дно. Ну, тут и есть. Окей. Я не знаю, что это выравнивание. Окей, ну, давайте расскажу. Уравнивание двух последовательностей – это попытка написать их так, чтобы похожие участки находились друг под другом. При этом то, что такое похожие участки, вы определяете сами, и это зависит от вашей задачи. Конкретно в этом случае мы разрешили три типа операции. Это операции вставки, операция удаления символа и операция замена символа. И, наверное, вам это напоминает классическую задачу редакционного расстояния. Возможно, такую вы слышали с большей вероятностью, чем задача выравнивания. По сути, в задаче поиска выравнивания первая задача – это найти редакционное расстояние, а вторая – это, собственно, нарисовать последовательности так, чтобы было понятно, какие участки похожи, или, как биологи говорят, гомологичны друг другу, какие нет. Опять же, то, что такое похожие участки, как определять схожесть последовательностей – это вы все придумываете сами, в зависимости от вашей задачи. Вы задаете некую целевую функцию, которая вам и говорит, поскольку похожи эти последовательности. И целевая функция может сильно отличаться в зависимости от того, какую задачу биологическую вы решаете. В общем, сейчас мы поговорим о классическом выравнивании. Это вот как взять и делать последовательности друг под другом написать, чтобы было наглядно понятно, что они похожи или не похожи. Да, поговорим про классические алгоритмы выравнивания. Первый алгоритм, который будет – это алгоритм Нидалману-Лунша. По-моему, был сделан больше 40 лет назад. И вот для примера очень две короткие строчки. И опять же, у нас есть операции замены, вставки, удаления. И система, наша целевая функция будет такая. Если у нас символы совпадают, мы добавляем к целевой функции плюс один. Если не, совпадают – минус один. И за вставку и удаление мы тоже даем минус один. Вставка и удаление в английской литературе часто называется словом indel. Это сокращено от insertion и deletion. То есть вставка и удаление. Почему так? Потому что в целом вставка и удаление – это одно и то же. Просто симметричные операции. Смотря что вы считаете за основную строчку, что за неосновную. И видно, что в этом примере у нас целевая функция score здесь равна трем. У нас есть пять совпадающих символов, один несовпадающий и одна вставка. Если бы у нас за совпадающий символ было бы ноль, то наш бы score всегда равнялся минус редакционному расстоянию. Но в классическом алгоритме выравнивания за базу берут именно такую целевую функцию. Решается эта задача динамическим программированием. Это, я думаю, вы должны знать, что такое. Решение задач через более маленькие подзадачи. Мы строим матрицу, по горизонтали мы пишем одну строчку, по вертикали мы пишем другую строчку. И в каждой ячейке мы хотим записывать score выравниваний соответствующих префиксов. То есть вот эта желтым выделенная ячейка – это будет максимально выгодный score выравнивания строчки ACGT на ACC. Итак, постепенно заполняя матрицу, как в любом динамическом программировании, мы сможем найти целевую функцию для выравнивания полных строчек. Как мы это делаем? Сперва мы инициализируем матрицу. Инициализируем ее первую строку, первый столбец цифрами от 0 до минус n. Кто-нибудь может сказать, почему так? Почему именно такая инициализация? Ну, потому что с пустой строкой будет такой вход. Да, ну действительно, если взять там, не знаю, вот минус 4 в первой строчке, это выравнивание ACGT на пустую строку. Это 4 операции вставки. За это мы даем штраф минус 4. Поэтому, да, действительно, будет такая инициализация. Правила динамического программирования по тому, как заполнять матрицу. Здесь это формальное описание. Сейчас наглядно на слайдах покажу, как это. Это переход либо по диагонали и сравнение символов, либо по горизонтали и вставка либо по вертикали и дирекции, то есть удаление. Давайте на примере, вот, уже какую-то часть матрицы как-то заполнили, хотим посчитать очередное значение, как мы всегда в динамике делаем. Какие у нас варианты? Мы хотим вот выровнять, узнать через уже существующие посчитанные значения, каков скор выравнивания ACGT на ACCT. Какой вариант? Мы можем убрать по одному символу, то есть прийти из диагональной ячейки, добавить, дописать. У нас для выравнивания ACG на ACC уже скор известен. Это один, это наш оптимальный скор. И, зная этот скор, мы можем дописать по одной буковке T. Буква T совпадает, за совпадающий символ мы добавляем плюс один, и у нас получается скор 2. Но это только один из вариантов. Второй вариант – это прийти слева, то есть из выравнивания ACG на ACCT. Там мы знаем скор 0. Операция добавления символа в одну строчку и пробел в другую – это минус один. Итого получается минус один. Приходим сверху – это выравнивание ACGT на ACC. Это тоже 0 минус один. Получается, у нас три возможных значения – 2 минус один и минус один. И среди них мы, естественно, выбираем максимум, потому что нам на каждом шаге хочется иметь именно оптимальное выравнивание, а не какое-то другое. Ну, как и в любой задаче, которая решается динамическим программированием. Все ли понятно или нужно повторить этот шаг? Если нужно, не стесняйтесь, скажите, мы еще раз пройдем. Если все слишком понятно и, наоборот, даже медленно, можете тоже сказать, что можно и побыстрее. Ну, все нормально, понятно. Окей, это хорошо. Поскольку, да, онлайн-класс отличается тем, что здесь очень сложно воспринимать фидбэк от студентов, поэтому это хорошо, что вы что-то говорите иногда. Так я понимаю вообще, что кто-то там есть на той стороне экрана. Окей, итого мы научились инициализировать матрицу, заполнять ее, вот так вот на каждом шаге выбирая из трех значений максимум. И таким образом, когда мы дойдем до правого нижнего угла, по построению это будет выравнивание полной последовательности первой на полную вторую, и в этой ячейке будет записано как раз значение нашей целевой функции, нашего скора, выравнивание полных строк. Первую задачу мы решили – это задача поиска значения целевой функции, выравнивания. Ну и поскольку это динамическое программирование, мы заполняем матрицу по шагам, и каждый раз выбираем максимум, по построению это будет оптимальный скор. Следующая задача – это, собственно, восстановить выравнивание. Это называется backtracking, ну да, или восстановление выравнивания. Нам нужно написать последовательности друг по другам, вот так красиво, как я это показывал вначале. Каждый раз, когда мы записывали очередную ячейку, мы для удобства оставляли на этом слайде стрелочку, откуда мы пришли, откуда этот максимум, собственно, получился. Естественно, в реализации это можно делать чуть более оптимально, но вот для наглядности я нарисовал стрелочки, чтобы было понятно, как мы пришли в этот правый нижний угол. Все, что нужно теперь сделать, это пройти по стрелочкам обратно из правого нижнего угла в левый верхний и восстановить все операции, которые мы делали. Давайте попробуем это сделать. Вот мы нашли некий путь из правого нижнего угла в левый верхний, и можем пройти, вот, например, проходя по диагонали, мы записываем символы из обеих строк, здесь снова из обеих строк и так далее. Проходя там по горизонтали, мы делаем вставку или удаление. В итоге получается что-то вроде вот такого. Слева у нас нарисованы символы, которые мы восстановили с конца до начала, и вот наше выравнивание, которое у нас получилось. Однако, как вы могли заметить, это не единственное выравнивание, которое могло получиться. Почему? Потому что у нас здесь есть развилки, и некоторые значения получались одновременно при переходе сразу из двух клеток. Это вполне может быть, да, для одних и тех же строк при одном оптимальный скор всегда будет один, а вот количество выравниваний различных возможных может быть несколько, вот как в этом примере. Вот два идентичных выравнивания, у которых скор три, у которых пять символов совпадают, и два не совпадают. Да, по времени и памяти – это квадратичный алгоритм в такой прямой реализации, которую я рассказал, есть более оптимальные, но, наверное, на них сейчас останавливаться не будем. Поговорим о некоторых, скорее, биологически осмысленных вариациях этого алгоритма. Вопросы по этому алгоритму какие-нибудь? Мы будем его реализовывать? Ну, это пожелание. У меня есть, я не знаю, как у вас курс построен, это, наверное, скорее клеший вопрос. У меня на степике есть задачки на выравнивание, вот начиная с самых простых, вот реализовать недолмана лучше, до задачек со звездочкой, где надо что-то самому свое уже придумать, основываясь на этим. Я думаю, что, скорее, да, что-то нужно будет реализовать, возможно, не этот, но я бы думал, что сейчас с Андреем немножко это обсудим, но желание, чтобы все что-то написали, у меня есть. Да, мне кажется, поскольку вы, насколько я понимаю, неплохо владеете науками информатики, просто написать динамику для вас будет не очень сложной задачей, а вот написать что-нибудь со звездочкой, такие задачки тоже есть, возможно, будет поинтереснее. Ну, тем более здесь вроде весь алгоритм рассказан, придумать что-то свое, наверное, действительно будет интереснее. Окей, давайте, да, продолжим дальше. Если вопросов нет, если есть, то спешите их задать. То, что я рассказал, называется глобальное выравнивание. Глобальное выравнивание, потому что мы целиком одну строчку выравнивали целиком на другую строчку. Однако в биологии часто встает задача локального выравнивания, когда вам нужно выровнять не две строчки целиком, а, например, у вас есть кусок генома человека и кусок генома мышки, и вас не интересуют, похожи они или нет, вас интересуют, есть ли в этих кусочках похожие гены. Потому что, на самом деле, если взять там тех же мыш и человек, у них очень много общих генов. И вот может стать задача, когда вы хотите сравнивать не целиком последовательности, а только их фрагменты. Если говорить формально, задача локального выравнивания, ее можно сформулировать как найти в двух строчках под строки такие, что они дают максимальное значение целевой функции. Вот пример. Две строчки. Вот так выглядит оптимальное глобальное выравнивание, если мы применяем агартом Ниделмана Лунша. Если мы применяем локальное выравнивание, вот мы находим две подстрочки, которые дают оптимальное выравнивание. Все, что и справа, и слева подсвечено серым, оно нас не интересует. Вот эти вот две подстроки длины 6 и 5, которые дают выравнивание со скорым 2. 4 совпадающих и 2 несовпадающих. Давайте попробуем придумать алгоритм локального выравнивания. Вот здесь я уже дал маленькую подсказку про инициализацию. Но это, наверное, можно достаточно быстро придумать, что если мы хотим, чтобы начало и концы строк не считались, то выравнивание пустой строчки на какую-то строчку это не штрафуется. То есть мы можем пропустить вначале сколько угодно символов и не получить за это штраф. Как бы еще модифицировали алгоритм, который я рассказал раньше, глобального выравнивания, так, чтобы получить локальное выравнивание, то есть чтобы у нас выравнивать строчки не целиком, а мы находили именно подстроки с максимальной целевой функцией. Есть ли какие-нибудь идеи? Надо изменить пересчет в динамике. Да. Наверное, вот мы там рассматривали три варианта, как мы можем прийти по диагонали, там, сбоку и сверху. И, наверное, нужно добавить то, что мы, типа, начинаем... Ну, то, что это начало вот нашей подстроки, данная буква. Может так? Как это добавить? Ну, там был максимум из трех значений, да. Что туда, как это правило изменить, чтобы, да, чтобы мы могли говорить, что это начало подстроки. Ну, в целом идея правильная, да. Действительно, нам нужно каким-то образом... Ну, проверить для... Ну, вот у нас там, типа, будет ячейка, ячейка, соответственно, которая... Ну, не-не, GT, соответственно. Ну, и мы тогда как раз проверяем, что если G равно T, то значение будет один, если мы начинаем с G и с T под строку. Мне кажется, я не до конца пока понял. Ну, например, про какую ячейку говорю? Ну, про первую J сверху и про вторую T. То, что как бы мы можем прийти сверху-снизу, ой, сверху-сбоку по диагонали, вот. А можно еще рассмотреть вариант, ну, вот в этот пересчет. Там, где мы берем максимум, взять, если... Ну, если бы у нас G и T были равны друг другу, то тогда мы могли сказать, что мы начинаем с них под строки, и значение скор было бы единицы. Ну, короче, да, хорошая идея, да, в принципе, почти то, что я хотел услышать. Ну, можно взять, да, G и G. По сути, да, идея правильная. Сейчас я просто ее сформулирую на алгоритмическом языке. На самом деле, там можно просто дописать ноль. Если у нас, среди всех этих значений, они все отрицательные, мы просто допишем ноль. Значит, все, что было до этого, уходит в минус, имеет отрицательный скор, и нам это абсолютно неинтересно. Мы можем в каждый момент начать с нуля, игнорируя все предыдущие сравнения. То есть, если у нас в глобальном выравнивании ячейка и G, это было выравнивание под строки префикса длины и из первой строки, и префикса длины G из второй строки, то теперь это должно быть максимальным скором выравнивания каких-то суффиксов вот этих префиксов. То есть, мы берем префикс длины и, префикс длины G, и ищем, как бы, и этот скор должен говорить, какой максимальный скор может быть уравнивание не их целиком, а только их суффиксов. Каких-то под строк. То есть, действительно, значение каждой ячейки, теперь смысл ее меняется. То есть, выравнивание строчки не сначала на строчку, сначала другую, а каких-то под строк. И, действительно, чтобы этого добиться, нам нужно просто добавить сюда ноль. Это позволит нам игнорировать все несовпадающие символы, которые мешают нам сначала. А в остальном динамика остается той же. Ну и последнее, что мы должны сделать, мы теперь должны идти не из правого нижнего угла в левый верхний, а найти максимальный скор и идти по стрелочкам до тех пор, пока мы не уткнемся в нолик. Я так понимаю, вы именно это имели в виду, что если у нас, вот как в примере, например, символы совпадают, вот мы начали с G, мы сразу записали туда единичку. Ну, примерно, но не так правильно, наверное. Ну да, на самом деле, типа, самый элегантный способ это сказать, это просто, что отрицательных значений у нас быть не может. Ну, потому что отрицательные значения, они не могут увеличить хоть каким-то образом наш будущий скор. Поэтому, если какие-то подстройки имеют отрицательное выравнивание, ну, как бы, их надо игнорировать. Вот. Вот такой алгоритм появился там спустя несколько лет после первого, получил название Смита Уоттермана. По сути, да, здесь я говорю, например, про то, что максимумов тоже может быть много, и, на самом деле, локальных выравниваний может быть много-много разных с одинаковым скором. Вот. Да, по сути, отличие, то, что мы по-другому инициализируем матрицу, на самом деле, по сути, можно сказать, что просто мы меняем правила, инициализация от этого меняется автоматически. Вот. И что мы по-другому восстанавливаем выравнивание, идем не из угла в угол, а из максимума до нуля. Вот так. Это такие два самых-самых классических алгоритма выравнивания, глобального и локального. Они применяются до сих пор. Есть всякие библиотеки, которые их реализуют. И действительно, несмотря на то, что там существует уже очень много-много алгоритмов, вот такие честные, точные алгоритмы, дающие точное решение, они до сих пор много где применяются и считаются таким золотым стандартом. Да, единственный их минус, что они квадратичные и не всегда это хорошо на больших данных. Парочка модификаций этих алгоритмов. Первая – это такая вещь, как матрица замен, когда вы пытаетесь придать биологический смысл вашему выравниванию, ведь мы, на самом деле, основная эта задача изначально пошла из биологии, и в какой-нибудь задаче вам окажется, что не все типы замены равноценны. Вы можете завести такую вещь, как матрицу штрафов, и за каждый тип замены или тип совпадения давать свое значение штрафов. По сути, динамику эту саму никак не меняет, меняет просто функцию пересчета. Теперь у нас не везде там плюс один, минус один, а вот какие-то там плюс три, минус три, минус два, в зависимости от ситуации. Особенно это актуально на белках, потому что в нуклеотидах у нас всего их четыре, а у белков это строчки из 20 возможных символов, 20 аминокислот, и там куда более важно, какая аминокислота на какую может меняться чаще, а какая реже. Ну и то же самое вы можете сделать с вставками и удалениями, тоже задать какой-то особенный скор. Это, как это, никакой rocket science, просто как, чтобы вы знали такой термин, как scoring matrix. И последняя модификация, чуть более сложная этих алгоритмов динамического программирования, это называется модель афинной вставки. В чем тут подвох? Вот я нарисовал две строчки и их выравнивание. Вполне легитимное, и более того, если взять алгоритм глобального выравнивания, оптимальное. Однако биологически, в биологии операция вставки и удаления это достаточно редкая операция. То есть замена одного нуклеотина на другое это что-то более-менее вероятное. Операция вставки и удаления менее вероятна. Поэтому вот такое вот событие, как у нас здесь идет пять пробелов подряд через одну букву, оно очень нереальное. И среди всех возможных выравниваний оптимальных, например, вот такое выравнивание куда более биологически осмысленно. То есть нам выгодно сделать не пять дырок длины 1, а, например, вот одну дырку длины 1 и две дырки длины 2. С точки зрения биологии это более осмысленно. И алгоритм глобального выравнивания, локального выравнивания, они никак это не учитывают. То есть вам абсолютно все равно, где делать ставку, удаление, потому что это вне зависимости от позиции и того, как они группируются, это всегда будет штраф минус 1. Есть ли какие-нибудь идеи, как можно дополнить наш алгоритм выравнивания так, чтобы учитывать вот такие ситуации, чтобы длинные продолжительные вставки удаления были более предпочтительны, чем несколько одиночных. Это сложный вопрос, поэтому, ну, если ответить, то будет круто. Может, как-то с помощью штрафов, опять-таки? Да, но тут такая вещь, что штраф теперь будет зависеть не только там от символа, который мы смотрим. Ну, от предыдущего символа еще. Да, он будет зависеть от текущего состояния. Давайте я действительно расскажу, как штраф делается. Называется финный штраф. У нас есть некий штраф за начало ставки удаления, вот эта бирочка. И есть штраф за ее продолжение, который поменьше. Но тут неважно. Можно считать, что СО включает СЕ или не включает, это неважно. В общем, есть один большой штраф за то, что вы делаете разрыв, и дальше его удлинение стоит уже поменьше. И тогда цена дырки длины L будет С открытие плюс L умножить на СЕ. Как же это реализовать? Реализовать это действительно нужно через разные состояния. У нас в целом может быть в динамическом программировании в такой реализации три возможных состояния. Дырки нет, то есть мы просто сравниваем символы. Дырка открыта в первой строчке или дырка открыта во второй строчке. И для этого на самом деле мы заводим три матрицы. Ну или если по-другому хотите, можно сказать, что в одной матрице мы в каждой ячейке теперь держим тройку. Проще объяснять через три матрицы, находящиеся так на трех плоскостях друг над другом. Так чаще всего рисуют. Я объясняю. У нас здесь одна матрица M, которая отвечает за матч и мисматч, то есть совпадение и несовпадение. И там мы умеем ходить только по диагонали. Это наше состояние, когда ни одна дырка не открыта, и мы просто сравниваем сим. Есть матрица I. Это матрица вставок, где мы умеем ходить только по вертикали. И это отвечает за состояние, что мы... Дырка открыта в первой строчке. И матрица D. Это делекции. Там мы можем ходить только по диагонали. Фу, по диагонали. По горизонтали. Это состояние, когда у нас дырка открыта во второй строке. И переход из состояния в M в состояние D или в состояние I это как раз открытие дырки. То есть мы шли по диагонали, решили открыть дырку. Мы за это платим штраф S O открытие и переходим в другую матрицу, в которую мы идем уже по горизонтали и добавляем SE каждый раз. За возвращением, за закрытие дырки штраф не платится. И если посмотреть на правила, можно их описать так, что чтобы заполнить очередную ячейку матрицы I мы можем прийти или по горизонтали из матрицы I же и добавить штраф SE, то есть продолжение дырки во второй строчке, то есть добавляем идем по горизонтали, либо мы можем перескочить из матрицы M, то есть поменять состояние и заплатить за это штраф S O. Здесь написано минус SE минус SO, потому что здесь считается, что нам нужно заплатить отдельно штраф за открытие дырки и отдельно сразу за первый C. Точно так же с D, чтобы перейти из D мы можем либо пройти по вертикали из той же матрицы D, либо перескочить из матрицы M, заплатив штраф за открытие. И в матрицу M мы можем либо вернуться просто из D, закрыть дырку, либо из I точно так же закрыть дырку без штрафа, либо пройти по диагонали из матрицы I по M и сравнить два символа очередных E3G3. Вот такие у нас правила выравнивания. То есть все остается тем же самым, та же самая динамика, но теперь у нас есть три разных матрицы, три возможных состояния, и мы можем прыгать между ними с некоторым штрафом. Вопросы? Можно, пожалуйста, уточнить, почему мы из D не можем попасть в I и из I в D? В целом можем, но транзитивно через M. То есть в целом на самом деле достаточно... Ну, что такое попасть из I, например, в D? Это значит, что закрыть бирку в одном, в одной строчке начать бирку в другой, да? Вот, в целом это можно сделать через матрицу M. То есть мы закрываем дырку, переходим в матрицу M, тут же открываем дырку в другой строчке, не сравнивая ни один символ. Это в целом можно, то есть вот смотрите M и G мы попали из D и G чтобы попасть и дальше мы хотим открыть дырку и идем в I плюс первая G из M. В принципе можно дописать дополнительные правила, просто в этом нет необходимости, потому что через матрицу M мы все равно сможем перескочить. Хорошо, спасибо. В целом вполне реальная ситуация, наверное, когда у нас закрывается дырка в одном месте и открывается в другом. Хотя если штраф за открытие дырки достаточно большой, возможно выгоднее там несовпадение символов сделать, чем делать первую дырку в одной строке, а потом в другой. Но это все зависит от ситуации. Наверное, пример придумать можно. Ну, какой-нибудь типичный скор там бывает вот таких порядков, что за совпадение плюс два, за несовпадение минус два, за открытие минус три или даже минус пять дают, за продолжение минус один. Как-то так. Ну и вот пример тех самых строчек, где у нас, если мы посчитали глобальное выравнивание, как мы делали раньше, без афинной модели вставки, у нас бы они были одинаковые, а с афинной моделью вставки верхнее выравнивание имеет скорость 4, а нижнее 10. окей, первая половина закончилась, классические алгоритмы я быстренько рассказал, в целом ничего удивительного, что вам они даются легко, потому что это динамика, которую вы, наверное, много раз и слышали в разных вариантах и, наверное, даже писали. Вопросы по классическим алгоритмам? Если нет, то переходим дальше. Окей, погнали дальше, если что, в конце всегда можно будет спросить, в принципе, у нас еще достаточно много, а мне, к сожалению, ровно в 8 придется покинуть лекцию. Расскажу немножко еще о биологических основах. Есть такая вещь, как секвенирование, вы, наверное, такое слово слышали, это чтение молекул ДНК или РНК, ну, в данном случае будем говорить про ДНК, на специальных машинах, которые, соответственно, называются секвенаторами. Проблема в том, что ДНК огромная, ДНК человек 3 миллиарда нуклеотидов, а эти машины умеют читать там сотни тысячи, ну, может, сотни тысяч нуклеотидов подряд и всегда из случайных мест. Вы никогда не знаете по фрагменту из какого места ДНК он пришел. Если говорить на языке более информатическом, у нас есть огромная строчка над условием из четырех символов, и мы случайным образом выбираем из нее какие-то подстроки, фрагменты. В биологии они называются в английском through reads. У нас они есть название прочтения, но, мне кажется, их чаще называют просто гриды. Вот. Читают геном не один раз, читают его избыточно для того, чтобы там можно было ошибки корректировать и так далее. Каждое количество раз, которые мы прочли, каждый нуклеотид называется покрытием, обычно считают покрытие в среднем. Сказать, мы прочли геном с покрытием 100x. Это значит, что вы в целом в среднем вы каждую позицию примерно 100 раз покрыли с неким разбросом. Ну, естественно, эти машины не идеальны, они умеют допускать ошибки, а ошибки они, опять же, могут допускать как ошибки замены и так вставки удаления. Какие ошибки где происходят, это все зависит от типа технологий, которые вы используете и от принципа, на котором она у разных технологий очень разные типы ошибок, но, в общем и целом, они все сводятся к этим трем типам. Избыточность вводится с того, как раз эти ошибки корректировать там как-то и как-то дальше обрабатывать данные. И первая задача, которая вообще стоит, когда вы насеквенировали, допустим, какой-то геном, вы хотите эти фрагменты на геном выровнять. Логичный вопрос, вы спросите, откуда у нас геном? На данный момент уже очень много геномов хорошо сегвенировано, а уж тем более такие геномы, как геном человека, мыши, там, каких-нибудь бактерий или кишечной палочки известны, ну, если они вдоль и поперек, то достаточно хорошо. И поэтому, например, пытаться склеивать эти кусочки в один геном нет смысла, ну, для генома человека, потому что он уже хорошо известен, вы можете зайти на специальный сайт и найти геном человека и использоваться. Поэтому очень актуальной становится задача выравнивания этих фрагментов на геном с целью, например, поиска мутаций там и каких-нибудь отличий вашего генома, который вы секвенировали, вашего там пациента или вас самих от некоего эталона. Если говорить простым языком, вам просто нужно найти оригинальную позицию вашего фрагмента в геноме. Вот. Какие, как вы думаете, здесь могут быть проблемы и какие... Почему это алгоритмически сложная задача? Я понимаю, что вы не биологи, биологам, возможно, было бы чуть проще ответить на этот вопрос, но попробуйте предположить, как программист, я думаю, тоже есть варианты. Большие данные? Да. Первое, геном, как я сказал, 3 миллиарда. Это достаточно много. Фрагмент может быть там 100, может быть 1000, может быть 100 тысяч. Даже вот мы рассмотрели динамику, классический алгоритм, понятно, что это будет займет кучу памяти и кучу времени. Не сработает. Плюс я сказал, что, например, геном читается с покрытием 100x. Значит, вы 3 миллиарда нуклеотидов, каждый в среднем покрыли 100 раз кусочками длины 100. Это значит, что этих кусочков тоже вы прочитали сотни миллионов. Значит, вам нужно 100 миллионов последовательности выговорить на строку длины 3 миллиарда. Да, действительно, данные огромные. Какие еще проблемы могут быть? Основное вы назвали в том, что классический алгоритм просто супер непрактично, вообще неприменимо. Вот какие-то мутации или ошибки при чтении это уже учитывается в алгоритме? Ну, нет, это тоже важно знать, что у нас есть с одной стороны ошибки в секвенировании, а с другой стороны есть мутации, которые не ошибки, а как раз то, что мы хотим найти. То есть, да, нам нужно совпадение далеко не идеальное. То есть, нам не просто нужно найти точное вхождение строки в строку, а это делать с ошибками, причем учитывая специфику технологий. Ну, в общем, основные вещи вы назвали. Последнее, что хотел бы сказать, наверное, то, что вряд ли было бы возможно сказать у вас, это геномные повторы. Геном – это не случайная последовательность, абсолютно, у нее есть какая-то структура, и более того, что самое противное, геном имеет очень много повторяющихся кусков. Больше половины генома человека состоит из различного рода повторяющихся кусочков. Некоторые могут быть, например, длины 300 нуклеотидов, но повторяться полмиллиона раз в геноме человека. Некоторые могут быть длины 100 тысяч, но повторяться 10 раз. И когда у вас очень много похожих кусочков, естественно, задача выравнивания усложняется, потому что у вас короткий фрагмент может одинаково хорошо ложиться на очень большое количество разных мест, что, естественно, не помогает вам работать с этими данными. На данный момент существует очень много разных программ для выравнивания фрагментов на геном, и именно про них я расскажу. Я расскажу, наверное, про одну из самых первых программ, и на чем она основана. На следующей лекции я расскажу уже про более современные и хитрые алгоритмы. И начнем мы с программы, которая называется «Болтай». Она основана на преобразовании Бороза-Виллера. Рассказывали ли вам про такое? Я не слышала о таком. Кто-нибудь еще? Не слышала. Окей, замечательно. А суффиксный массив слышали? Да, слышали. Вот. Сейчас мы к нему потихонечку придем. Возможно, даже раньше, чем на слайдах, увидите, что это в целом очень похожие вещи. Что такое преобразование Бороза-Виллера? Вот у нас есть некая строчка. Мы, как всегда, в строковых хитрихах записываем некий символ конца строки. Что мы делаем дальше? Мы берем все циклические сдвиги этой строчки, записываем друг под другом. Дальше лексиграфически их сортируем. Мы будем считать, что долгая у нас самая младшая. Она идет раньше А. Видно, что мы здесь их сортировали. И вот последний столбец этой таблицы это и будет наше преобразование Бороза-Виллера. Оно очень часто используется в сжатии, в логаритмах сжатия, чтобы примерно понять, почему. Например, причем на сжатии естественных текстов. Вот, например, у вас есть текст на английском языке. Там достаточно часто, например, встречается артикль The. И когда вы возьмете всевозможные циклические сдвиги вашего текста и посмотрите, отсортируете этих, что можно заметить. Последний столбец этой строчки, последний столбец этой матрицы это все символы, идущие на один раньше первого столбца. Верно? Ну, поскольку это циклические сдвиги. Вот. Значит, если у нас было слово The и мы отсортируем лексикографически, то перед большим количеством букв H в левом столбце, поскольку у нас там все остается ровно, они будут идти подряд, будет очень много букв T, потому что очень часто T идет перед H в английском языке и в конкретном слове D. И значит, в правом столбце буквы T будут идти очень много раз подряд. И таким образом будет чуть проще осуществлять сжатие. Ну, когда у нас одинаковые символы подряд, очевидно, сжатие делать проще. Может быть, не очень понятно объяснил. Можно будет к этому вернуться потом, или можете сами прочитать, почему это преобразование используется в сжатии. Давайте вернемся к биоформатике и посмотрим на это преобразование. Вот. Была строчка, вот получилось преобразование. Как вы думаете, обратим ли это преобразование? Да, конечно. Там же символ, который конец строки. Да, давайте быстренько интуитивно покажу, как это можно восстановить. Вот у нас есть наша матрица, таблица, ну, как угодно ее можно называть. Можно заметить такое свойство. Мы возьмем, если мы возьмем последний столбец, припишем его в начало, это по сути значит, сдвинем все строчки циклические на один, снова отсортируем, получим точно ту же самую таблицу. Ну, в целом, вроде как очевидно. Сдвинули все на один и снова отсортировали, получили все то же самое. Вот. Взяв преобразование Бороза-Виллера, мы можем его отсортировать и получить первый столбец нашей матрицы. Можем слева к нему снова приписать преобразование Бороза-Виллера, снова отсортировать, получим первые два столбца нашей матрицы. И так далее. Приписывая слева преобразование Бороза-Виллера, слева, потому что это те символы, которые идут перед нашими отсортированными символами, мы будем всегда получать первые н столбцов нашей матрицы до тех пор, пока мы не получим полную матрицу, ну и наша строчка это будет та, которая заканчивается на доллар. Естественно, в реальности необязательно так это реализовывать, все это делается за линейный обрезок. Окей, замечательно, научились строить преобразование Бороза-Виллера, научились обращать его. Еще парочка свойств, свойств, которые называются первый и последний. Допустим, у нас символы не совсем одинаковые, а мы их пронумеруем, то есть у нас здесь будет не просто А, а будет А1, А2 и А3. Так вот, это свойство утверждает, что символы в первом столбце, где они отсортированы в лексиографически, идут точно в таком же порядке, что и в последнем столбце. Как это проверить? Ну, символы, которые все один раз очевидны, сразу их пометим ничкой. Давайте рассмотрим нашу подматрицу, где в последнем столбце стоят символы А. Точно так же, как мы делали при восстановлении, мы можем взять, циклически сдвинуть этот фрагмент матрицы на 1, по сути, перенести правый столбец, приписать к левому. Поскольку мы переносили только символы А, мы можем заметить, что строчки как были отсортированными, так при переносе отсортированными и останутся. То есть мы таким циклическим сдвигом получим некий другой фрагмент нашей матрицы, а именно вот этот. Ну, и здесь мы видим, мы уже проставили здесь циферки 1, 2, 3, мы понимаем, что это именно этот фрагмент матрицы, значит, это А1, А2, А3, сделав обратную операцию перенеся А1, А2, А3 назад, то есть просто сделав циклический из виде строк, мы поймем, что А1, А2, А3 точно так же идут в нашей матрице и здесь. Все понятно или не очень? Если не очень, давайте повторю, ничего страшного нет. По сути, мы просто выдвигаемся вправо, в лево циклический. Вроде понятно. Окей, надеюсь, если вам непонятно, вы все-таки об этом скажете. Окей, отлично научились строить, узнали свойства такое вот интересное. Суффиксный массив, что такое суффиксный массив? это мы на самом деле взяли все суффиксы, лексиграфических отсортировали и записали их индексы, то есть те позиции, с которых суффикс начинается. Наверняка вы уже видите свойства между суффиксным массивом преобразования вару-зувиллеров. Преобразование вару-зувиллеров мы просто берем не суффиксы, а все циклические сдвиги, но с точки зрения сортировки какая разница. И дальше мы берем последний символ нашей таблицы. В суффиксном массиве мы берем индекс, с которого этот сдвиг начинается, ну или суффикс, это в принципе уже не очень важно. И ну а давайте можете написать ну можно мне сказать формул преобразования? Так, я про прощение, мне нужно будет отойти на минутку, а вы как раз в этот момент можете попробовать написать формулу преобразования. формулу преобразования чего? Прошу прощения, да, мне надо было отойти на секунду. я хочу как это задача была написать формулу связи суффиксного массива с преобразованием Бороза-Виллера. Ну то есть наглядно, руками она как я махал вроде очевидна, вопрос в том, чтобы написать формулу. Есть идеи? Ну в смысле если у нас есть массив вот этот вот, то мы берем все до знака окончания строки, это получается суффиксный массив, осталось только найти индексы, правильно? Еще раз, ну у нас есть преобразование Бороза-Виллера, как из него установить суффиксный массив или наоборот. Вот у нас есть чиселки, я хочу, чтобы вы по ним построили сразу преобразование Бороза-Виллера. То есть можно взять строчку всегда понятной и построить по ней именно прямое преобразование туда и обратно. Понятен вопрос или не совсем? Ну не совсем. Можете, пожалуйста, еще раз объяснить, что нужно сделать? Ну вот у нас есть, например, давайте так, вот у нас есть суффиксный массив, что такое суффиксный массив? Это числа, индексы, с которых начинаются наши суффиксы. Я хочу, у нас есть вот суффиксный массив, например, и дана строка. Я прошу вас построить преобразование Бороза-Виллера, вот которое в последнем столце красным выделено. То есть понятно, что я могу взять строчку и просто сам построить преобразование Бороза-Виллера. Но я хочу как бы за... Да-да-да, я поняла. Нужно взять, то есть у нас вот там индексы идут, надо взять, соответственно, следующий, но по модулю длины нашего массива. Это? Ну практически да. На самом деле нужно взять предыдущий символ. Ну то есть индексы, это по сути номер символа, который идет в первом столбце, а нас интересует все на один раньше. Ну вот у нас здесь циклический издвигин. У нас, допустим, вот, например, возьмем вторую строчку, ну нет, давайте первую строчку. У нас здесь индекс 6, это последний символ, шестой доллар. Нас интересует символ, который идет перед долларом, потому что, если мы посмотрим сюда, это G, то, что идет перед долларом, то есть предпоследний. Надо взять просто 6-1, пятый символ строки. Ну да, и по модулю 6. Ну да, и да, если это 0, то, ну, вот, например, израя листал назад, оказывается, был слайд, хотя они рядом. Ну вот, да, формальное преобразование по разуме это доллар, если в суфиксный массив это 0, ну или да, по модулю, если хотите, и это предыдущий символ. В общем, суть в том, что это практически идентичные структуры, и на самом деле просто это вопрос формальности, что именно вы используете. Введем такое понятие, как интервал суффиксного массива, возможно, про это вы тоже знаете. Интервал суффиксного массива это тот диапазон, в котором все строчки начинаются с какой-то определенной подстроки. Суффиксный интервал для пустой строки это весь диапазон от 0 до 6 здесь. Интервал для строчки а это 1,3. У нас видно, что первый, второй, третий суффиксы начинаются с символа а. диапазон у нас здесь 1,3. Для ac это 2,3. Поскольку у нас все суффиксы лексиграфические упорядочены, для любой строчки это всегда будет именно интервал. То есть эти индексы не будут разбросаны в разных местах, это всегда будет какой-то один интервал. Если формально говорить, у нас есть нижняя граница r, l и r, h, low and high. Нижняя и верхняя границы интервала в суффиксном массиве. Здесь это просто формально написано. Это минимальное и максимальное значение k такие, что строчка w это префикс и этого суффикса. Ну, в данном случае я с картов. Просто формальное определение. Окей. Что такое интервал суффиксного массива, понятно? Да. Супер. Пойдем дальше. Ведем два вспомогательных массива. Первый массив очень простой, массив c. Это просто индексы, где у нас начинается очередная буква. Первый индекс, где начинается доллар, но это всегда нолик. Индекс, где начинаются буквы а, это единичка, где начинаются c, g и так далее. В общем, по сути, просто пять чисел. Вот здесь он просто формально описан. И введем второй вспомогательный массив, массив o. Он чуть более сложный. Сейчас наглядно покажу, что это такое. мы берем для каждого символа, считаем, давайте возьмем символ а, и посчитаем, сколько в преобразовании Баруза-Виллера букв а до первой позиции, до второй позиции, до третьей позиции и так далее. То есть мы просто идем по преобразованию Баруза-Виллера, считаем до первой позиции, сколько букв, до первой позиции включительно, сколько букв а, ноль, до второй, ноль, до третьей, ноль. Потом стали появляться буквы А, и значения увеличиваются. Один, два, три. Грубо говоря, мы идем в эту строчку этой таблицы, выбираем символ, и он нам говорит, сколько таких символов находится выше именно в преобразовании Barrel's. Понятно, что это за массив? Или повторить? Можно повторить, пожалуйста? Давайте начнем с наглядного прощения. Это таблица, которая по горизонтали имеет длину алфавита, по вертикали длину строчки, длину преобразования Barrel's, это не важно, это одно и то же. И для каждого символа мы записываем в и ту ячейку, сколько таких символов в преобразовании Бороза-Виллера мы найдем от позиции 0 до позиции И включительно. Например, рассмотрим первый столбец, который соответствует букве А. Мы спрашиваем в первой позиции, сколько символов А находится до первой позиции включительно. Там только буква G в преобразовании Бороза-Виллера. Мы смотрим на красный, на последний столбец, это наше преобразование. Мы записываем 0. У нас нет букв А до первого символа включительно в преобразовании Бороза-Виллера. Дальше смотрим до второго символа включительно. Там идут G, C. Тоже 0 букв А. G, C, доллар. Сколько букв А до третьего символа включительно? Тоже 0. До четвертого? Да, я поняла. Уже одна буква А, две буквы А, три буквы А и так далее. Итак, мы для каждой буквы проходим C, записываем, по сути, где они встречаются, увеличиваем. Точнее, когда мы встречаем новую букву, мы увеличиваем счетчик. Такие четыре монотонно возрастающих массива. И для чего вообще мы это делали? Казалось бы, для никакой интервал, там какие-то два массива. Постулат такой, что если мы знаем интервал суффиксного массива для некой строчки W, мы можем приписать к ней символ X слева и посчитать для новой строчки интервал суффиксного массива за константное время по вот этой формуле. То есть давайте вернемся к интервалам. Интервалом мы помним, что интервал – это индексы тех суффиксов, которые начинаются с данной строки. По сути, если мы нашли интервал для некой строки, мы нашли эту строку в нашей большой строке, верно? Ну вот здесь, например, интервал для RAC равен 2А3. Мы знаем, что у нас, значит, это значит, что строчка подстрока AC встречается в нашей исходной строке два раза, потому что интервал содержит длины 2. Вот, то есть поиск интервала суффиксного массива – это и есть наша цель. То, как мы найдем нашу подстрочку в строке. Вот для символа у нас интервал 1-3. Мы нашли все три вхождения. Более того, поскольку у нас есть индексы суффиксного массива, мы сразу можем еще и найти позиции. То есть мы не только ищем количество вхождений, но и сразу позиции можем найти, где эта подстрока встречается. Вот. И что мы говорим? Если у нас есть строчка W, мы за константное время можем найти строчку, интервал для строки x, W вот по этой формуле. Для пустых строк интервал всегда равен полному интервалу, то есть от 0 до длины строчки минус 1. Давайте, формула замечательная, давайте я попробую ее на пальцах объяснить, чтобы было интуитивно понятно, как она работает. Вот наше преобразование Барнзо-Виллера здесь нарисовано. Справа у нас массив O, то есть вот этот индекс счетчик для каждой буквы. И еще вот этот массив C, который указатели того, где начинаются в отсортированных сдвигах или суффиксах, буквы A, буквы C, буквы G и так далее. Вот мы хотим найти строчку A от C в нашей исходной строке. Поскольку мы умеем приписывать символ только слева, мы начнем с конца этой строчки, то есть мы начнем с буквы C. Сперва мы берем пустой полный интервал и пустая строка. К пустой строке мы приписываем слева букву C. И вот по этой нашей формуле хотим посчитать интервал для символа C. Подставляем формулу наше значение. В качестве W мы берем пустую строку, в качестве X это у нас символ C. Получается вот так, то есть нам нужно найти RL и RH, то есть границы интервала для буквы C. Подставляем все в формулу. RL для пустой строчки это 0. RH это правая граница интервала для пустой строчки. Это дина минус 1. Ставим туда минус, соответственно, 0 к шестерку. Дальше массив O это наш массив справа. И по нему пересчитываем интервал по этой формуле. И получаем, что интервал для буквы C это нижняя граница 4, правая 5. Действительно, у нас буквы C начинаются в наших циклических двигах в 4-й и 5-й позиции. А можно уточнить? Да, конечно. Вот эта вот таблица, которая у нас справа, она получается начинается с минус 1, да? Почему? Ну, потому что вы уже сейчас взяли O от C и минус 1. O от C. А, ну да. Допустим, у нее есть верхняя еще одна строчка на минус 1, где все нули стоят. А, то есть она выше просто, да? Мы ее как бы не записали. Надо это поправить. Ну, то есть, поскольку первая строчка этой таблицы – это все символы включитель до первого включительного, должно быть через значение до нулевого включительного, то есть, ну, нолик. Короче, да. И сверху еще четыре нуля на самом деле стоят. Действительно, так должно быть. Если говорить интуитивно, давайте попробуем вот эту формулу словами объяснить. Не знаю, будет ли от этого проще. Может, формула проще. Мы берем полный интервал. Мы делаем проекцию этого полного интервала на правый столбец, то есть на преобразование Бороза-Виллера. При помощи вот этой вот таблицы счетчиков считаем количество букв C в этом интервале. То есть, вот мы взяли весь интервал от 0 до 6, спроецировали его, взяли этот же интервал в преобразовании Бороза-Виллера, посчитали, что в нем букв в этом интервале именно от 0 до 6 находятся две буквы C. И дальше использовали просто эти указатели, которые массив C, чтобы эти две буквы C определить в первом столбце. То есть мы перепрыгнули вправо, посчитали количество букв C при помощи счетчиков и прибавили эту двойку к нашему массиву указателей и получили вот этот интервал. Вот эти две буквы C, которые у нас есть в первом столбце. Здесь можно вспомнить вот то правило первое-последнее, что это те же самые буквы C, идущие в том же самом порядке. Примерно понятно? Или не очень? Давайте дальше попробую еще один шаг сделать. Алгоритма может быть... То есть одно дело, да, есть формула, которую просто можно посмотреть и сказать, что да, отлично она работает. Но хочется как-то попробовать объяснить интуицию, которая есть за этой формулой. Давайте дальше продолжим. Вот у нас есть все. Мы нашли вхождение всех символов C. Что нам нужно сделать? Мы хотим дальше искать, продолжать искать наш паттерн AAC. Мы приписываем слева букву A и обращаемся к нашей формуле. Мы должны найти теперь RL для AAC и RH для AAC, зная интервал для AAC. Что, по сути, происходит? Мы, как я сказал, отображаем этот интервал в правый столбец, то есть преобразование Барлзо-Виллера. Мы смотрим, сколько букв A находится в этом интервале. При помощи нашего счетчика мы высчитаем OA5 минус OA3. Точнее, мы берем для нижней границы OA3, это сколько букв A идет до третьей включительно в качестве верхней границы. Мы хотим взять, сколько букв A идет до пятой строчки включительно. То есть, таким образом, мы можем посчитать количество букв A в преобразовании Барлзо-Виллера в этом интервале. Верно? Ну, это, то есть, как сумма на отрезке с помощью превосходственных сумм, да? Да. Вот, но поскольку дальше мы хотим взять и обратно отмапить этот интервал в левую часть, для этого нужно просто прибавить вот это вот значение CA, то есть счетчик, откуда начинаются буковки A. Слева, да, я все подставляю в формулу. Получается вот это значение. Действительно, здесь мы видим... Здесь мы видим, как раз мы нашли все префиксы, все сдвиги, которые начинаются с подстрочки AC. Какую еще интуицию можно здесь сказать? Мы вот эти вот буквы A... Вот эти буквы A, которые мы перепрыгнули из C, это же как раз вот эти предыдущие символы от C. То есть мы взяли C, дописали слева A, перепрыгнули в интервал направо, и нам среди этого интервала нужно найти буквы A, то есть как раз то, что идет перед этими буквами C. Здесь такой просто пример получился, что тут везде идут буквы A, но на самом деле в реальности там могут идти любые буквы подряд, нас будет интересовать только буквы A. И чтобы не бежать по всем этим буквам, мы как раз пользуемся массивом счетчиков, чтобы определить, сколько их там. Ну и давайте для завершения последний шаг сделаем. Мы приписываем последнюю букву A слева, и пытаемся посчитать интервал в суффиксном массиве для строчки A, C, которую мы как раз и искали, опять же по нашей формуле, или если интуитивно говорить, мы перепрыгиваем в правый интервал, берем количество букв A до второй строчки включительно и до четвертой строчки включительно. мы видим, что символ A только один здесь, потому что у нас до этого идет 0, а здесь единичка, потому что видно, что в этом случае у нас уже в интервал один попался символ доллара и символ A. Ну и прибавляя это все к нашему указателю, мы получаем вот такой интервал, как раз тот индекс, с которого начинается строчка A, C. Хоть что-то понятно? Все понятно? Совсем ничего не понятно? Ну, многое понятно, но я думаю, тут нужно просто посидеть и подумать на этом все. Лайд, я, конечно, дам. В целом тут все посвечено, в формулу все подставляется. Да, основная интуиция в том, что нам нужно каждый раз, дописывая букву, сокращать интервал. В левом столб C это нам позволяет делать массив C, который просто показывает, где начинаются буквы A. А сколько и какие именно буквы A взять, это помогает нам сделать преобразование Бороза-Виллера и вот массив O, который указывает, сколько в нем, ну, грубо говоря, счетчик этих букв. Можно тогда один вопрос? Вот мне, когда вы сказали про то, что мы вот смотрим на самый правый столбец, вот, и, ну, и там считаем количество букв A, это вот мне стало понятно, а вот потом, почему мы получаем правильный индекс, я как-то пока не могу ловить. То есть я понимаю, почему мы получаем правильное количество, а почему мы скачем куда надо в первой строке, в первом столбце, я не очень понимаю. Да, давайте, хороший вопрос, действительно, давайте разберем. У нас как раз есть пять минут, я тогда не буду сегодня доходить до лекции до конца, а мы в следующий раз еще раз пройдемся по этому алгоритму, и я потом расскажу, как с помощью него делать неточный поиск. Остановимся пока на этом. Вот давайте вот, да, к этой ситуации вернемся, она такая поинтереснее, поскольку у нас здесь интервал. Мы уже нашли символ, строчку AC, нашли интервал, это интервал 2, 3. Теперь нам нужно, мы приписываем слева букву A, нужно идти по строку AAC. Как бы интуитивно мы действовали, если бы мы этих всех массивов не имели. У нас вот есть интервал всех подстрок, которые начинаются с A, верно? Это вот вторая, ну, если начинаются с A, это вторая и третья. Вот. И мы хотим проверить, а какие из них имеют вхождение A, AC. Для этого, на самом деле, нужно просто пробежаться по ним всем и проверить предыдущий символ. Ну, вот если бы мы, например, не делали эффективный алгоритм, ну, вот сейчас руками разбирали, мы берем вот эти два, две строчки, которые попали в наш интервал 2 и 3, и просто смотрим на предыдущий символ. Какой предыдущий символ? Предыдущий символ – это тот, который находится как раз при образовании бару за дилера. То есть для второй строчки, если начинать индекс с нуля, это доллар, и мы бы сказали, ой, он не подходит, этот интервал отметаем. Для третьей строчки, где A3, мы смотрим предыдущий символ, он тоже равен A, и мы говорим, о, замечательно, мы нашли АС, предыдущий символ перед ней идущий – это тоже A, значит, мы нашли вхождение АС, верно? Да, вот это понятно. Вот, то есть вот этот прыжок именно из первого столбца в последний – это как бы мы, наша задача, вот мы нашли интервал, наша задача теперь – найти все совпадающие предыдущие символы. То есть мы взяли вот этот интервал, вот этот интервал в преобразовании бару за дилера – это как раз все предыдущие совпадающие символы. И что мы делаем? Мы говорим, а вот сколько букв А, мы написали букву А, нас интересует теперь только буква А, мы говорим, сколько букв А идет до этого интервала в преобразовании бару за дилера. Для этого нам нужно посмотреть в массив O прямо над этим интервалом. Вот красненький просвечен нолик, он нам говорит, до этого интервала, то есть до третьей строчки не включительно, то есть до второй включительно, идет ноль символов А. Мы говорим, замечательно, мы знаем, что до нас символов А – ноль. Смотрим на нижнюю границу интервала, спрашиваем массив O, сколько символов А идет до конца этого интервала включительно. Он говорит, один. Окей, значит, мы знаем, что в этом интервале находятся буквы А с индексами до первого включительно. Ну, то есть на самом деле, по сути, только А1. Мы знаем, что они идут тоже по порядку здесь. Если бы интервал был большой, мы бы знали, например, что до интервала идет 100 букв А, после интервала идет конец интервала там массив O и 150. Мы бы знали, что идет А101, А102, А103, А104 и так далее. В целом, неважно, они же в этом интервале могут совсем не подряд идти. И важно только, что они идут в том порядке. Но теперь нам нужно просто взять этот интервал и перенести снова в левую часть. Для этого мы находим, по сути, А1 в первом столбце. Для этого нам нужно, на самом деле, просто к С прибавить нижнюю границу ноли, к верхнюю границу прибавить единичку. Вот для примера, где я говорил про 100 и 150, если бы до этого интервала шло 100 букв А, а заканчивался он там, где идет 150 букв А, мы бы в левом столбце хотели найти А101, А102, тогда А150. И они бы там шли подряд. Мы бы перенеслись в этот интервал. Да, я вот как раз забыла, что у нас они идут в порядке. А первое, второе, третье, и он не меняется. И тогда понятно, почему это переносится. Вот, да, возможно, просто я хотел сделать наглядный пример, и он очень слишком простенький, чтобы понять всю элегантность вот этого прохода. Возможно, надо какой-то действительно большой пример, который бы показывал, что вот. Ну вот, когда вот, мне кажется, вот с этим интервалом, где доллар и А, чуть более понятно, потому что мы видим, что один символ совпадает, другой нет. И вот правый массив нам подсказывает. Ну или можно вернуться, наверное, теперь к самому первому примеру, где у нас был полный интервал. Мы этот полный интервал отобразили в правую часть и посчитали во всем преобразовании. Количество букв С, ну то есть сколько их было до. До их было ноль, в конце их было две. И прибавляя к указателю С, это интервал длины 2. Вот, ну и да, и вот в следующем примере здесь мы сразу понимаем, что у нас вот до этого интервала Ашек шла одна буква, в конце этого интервала 3, значит, у нас здесь будет идти А2 и А3. Ну и нам просто нужно с помощью кодоли С эти А2 и А3 найти в первом столбце. Да, и все именно так. Надеюсь, хоть что-то было понятно. Давайте на этом потихоньку закончим. В следующий раз мы еще раз, я думаю, что будет больше народу, и чтобы им было интересно, придется быстренько пробежаться еще раз по этому алгоритму. Но вообще план в следующий раз рассказать более современные и быстрые алгоритмы, которые основаны на минимальных хэшах и так далее. Может, вы тоже про это что-то слышали. Как-то так. Спасибо за лекцию. Спасибо. Спасибо, что послушали. В следующий раз Леша скажет, когда там будет. В следующий раз, мне кажется, кажется мне, сейчас это первое, первое марта не выходной. Мне кажется, первое марта, собственно, в понедельник. В понедельник в это же время, да, все так. Вот, в понедельник, да, еще раз пройдемся по статусному массиву и поговорим про минхэши. Вот. Ну, все хорошо, тогда всем спасибо. До понедельника. До понедельника. До понедельника.